В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В рамках профилактической операции МАК было уничтожено около 150 кустов конопли вблизи улицы Бирюлевской. В районе на данном участке были уничтожены также посевы конопли. 25 июля в России отмечают День зубного техника. Ямодельные цинятые мосты, цинятые коронки плюс промежутки, где отсутствуют зубы. В Московской области прошла акция «Ночь в парке». В Расторгуевской части города Видное, вблизи улицы Бирюлевской, сотрудниками полиции и представителями администрации муниципалитета были обнаружены заросли дикорастущей конопли. О месте произрастания наркосодержащего растения стражам порядка сообщили местные жители. Как рассказал старший участковый полномоченный Видновского отдела полиции МВД России по Ленинскому городскому округу Александр Брагарь, посевы конопли были на этом месте и ранее. Ранее на данном участке были уничтожены также посевы конопли. Но она вновь вырастает, потому что площадь большая. По всей видимости, зерна конопли ветром раздувает. В рамках профилактической операции МАК было уничтожено около 150 кустов конопли. Участковые полномоченные удаляли растения вместе с корнем и сжигали. Изъятые образцы были отправлены на химическое исследование. Согласно заключению эксперта, подтвердилось, что это марихуана. Совместно с сотрудниками полиции каждый год работаем по таким местам. Но это вот минимум два у нас таких есть. И мы работаем именно в летний период. Это, как правило, июль-август, во избежание скопления людей наркозависимых, которые приезжают в наш округ. Причем это не только жители Ленинского муниципалитета, но и соседних бывает, что и с Москвы приезжают. Поэтому мониторим ситуацию, держим руку на пульсе. На территории Ленинского городского округа ежегодно проводятся профилактические мероприятия, в рамках которых полицейские пресекают правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, а также выявляют и ликвидируют незаконные посевы и дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества. День зубного техника отмечают в России 25 июля. Представители этой профессии называют себя бойцами невидимого фронта. Они не лечат пациентов, но без них работа стоматолога была бы невозможна. В лаборатории зубных техников Видновской поликлиники побывали мои коллеги Олеся Попова и Александр Логинов. Я моделью цементые мосты, цементые коронки плюс промежутки, где отсутствуют зубы. В руках Татьяны Крючевой точная модель челюсти пациента. Чтобы восстановить утраченные зубы, женщина вручную создает из воска прототипы будущих мостов и коронок. Затем на их основе подготовят металлокерамические протезы. Помогать людям сохранить здоровье костных тканей и челюсти – это ее работа уже на протяжении 42 лет. Зубные техники рассказывают, их коллектив состоит из универсальных мастеров. Каждый может изготовить и, к примеру, коронку и съемный протез. В нашей лаборатории работают 6 зубных техников. Лаборатория – это кузница тех изделий, которые определяет врач и снимает слепки, обтачивает, составляет план лечения. Затем, значит, оттиски поступают в лабораторию. И зубной техник уже на основе оттисков изготавливает или съемные протезы, или металлокерамические несъемные конструкции. Светлана Семенова в профессии тоже более 40 лет. Ее задача на неделю – изготовление съемного протеза. Сначала – кропотливая работа воском. Затем – примерка, а после – создание итогового образца. Очень довольна своей профессией. Профессия шикарная. Ну, если с любовью к ней относиться, то это прекрасная профессия. Потому что очень много доброго делаем для людей, которые физически просто не обходятся без зубных протезов. Профессионалы делятся. Чтобы стать зубным техником, недостаточно знать основы медицины и стоматологии. Важно понимать все тонкости стереометрии, то есть уметь мыслить в 3D-формате. Именно поэтому желающих поступить на эту специальность просят не только продемонстрировать знания биологии и химии, но и нарисовать или слепить, например, модель зуба. Кстати, зубные техники также помогают ортодонтам в исправлении прикуса. Анна Попова специализируется на изготовлении пластин и винтов. Снимают слепки, отливают модели, пишут наряд, какую конструкцию хотят, присылают мне. Дальше мой процесс. Вот конструкция, проволока, вся лигатура. Дальше пластмасса, обработка, полировка. В арсенале зубных техников видновской стоматологии не только инструменты для ручной работы, но и современное оборудование. Все чаще пациенты выбирают вместо классического слепка 3D-сканирование. Точная модель челюстной системы создается в специальной программе, а прототипы будущих протезов делают не вручную из воска, а печатают на 3D-принтере. За этими технологиями будущее. Однако даже новейшие разработки и программы эффективны только под управлением профессионала своего дела – зубного техника. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Они не боятся трудностей, преодоления препятствий, покорения высоты, спартанские условия. Все это привычное дело для воспитанников детского военно-патриотического клуба «Вятичи», базирующегося в селе Остров. Что же привлекает мальчишек и девчонок, узнала наш корреспондент Екатерина Борисова. Здесь многое, как в настоящей армии. Ранний подъем, жесткий распорядок дня, постоянные тренировки в зале и на свежем воздухе, маш-броски по пересеченной местности. Ребятам просто некогда сидеть в интернете и залипать в смартфонах. Их день расписан буквально по минутам. Задача – учить детей быть самостоятельными, принимать решения, родину любить. Патриотизм воспитывается не только через теоретические разговоры в классах. Здесь в поле это все выглядит более серьезно. Военно-спортивный клуб «Вятичи» в селе Остров существует уже 9 лет. Все это время сюда приезжают мальчишки и девчонки не только из Ленинского городского округа, но и других населенных пунктов, а также Донецка и Луганска. В основном здесь занимаются ребята школьного возраста. Но восьмилетняя Маша Евсюкова в строю с двух с половиной лет. Высотка, там много акробатики. Очень интересно на ней. А так везде. Лагерь – это такая штука, где везде отлично. Особенно пистолет еще тоже. Тебя, наверное, нужно защищать, чему-то нужно уметь. Мне нравится быть сильной. Летом ребята много времени проводят на свежем воздухе в полевом лагере. Здесь есть высотка для тренировки подъема и спуска в снаряжении по программе спецназа. Полоса препятствий, сцена для метания ножей и мишени для стрельбы. Также ребята учатся на время собирать и разбирать стрелковое оружие. Старшие помогают младшим. В других, где я была, там было какое-то соперничество, то здесь все равны. Здесь не посмеяться, здесь к новичкам особое уважение, можно сказать. Мне не получается, все подойдут, помогут. Дети настолько заинтересованы в этом всем. Физическая культура, тоже мне очень это нравится. Мы всегда занимаемся спортом, вся семья у нас занимается спортом. И принимаем участие здесь тоже всегда. Ребята осваивают приемы армейской самообороны, айкиджитсу и айкидо. А недавно заработал клуб Сапсан по тэквондо. Каждая смена не обходится без марш-броска к Москве-реке. Идем на обелиск. Здесь в острове обелиск. Четыре героя Советского Союза. С острова на весь Ленинский район. Есть Молоковское поселение, пять героев, а с острова четыре. Потом оттуда мы идем на крестьянскую усадьбу. Там у нас экскурсия. Потом мы идем на Москвареку. Там они сами на маленьких костерках разогревают тушенку. Там у нас такой обед. Смена длится от семи до десяти дней. В конце обязательно открытый урок для родителей, где ребята показывают, чему научились за время полевых занятий. А еще уха в армейском котелке общения, песни и чтения патриотических стихотворений около костра. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Впервые в эти выходные в Московской области прошла акция «Ночь в парке». 64 подмосковных площадки для спорта и отдыха приняли участие в этом масштабном фестивале. Сотни жителей Видного поддержали творческий проект и с удовольствием провели летний вечер на свежем воздухе. В Центральном городском парке отдохнула и поработала наш корреспондент Галина Житкова. Представители Министерства культуры и туризма Московской области выступили с предложением по-новому проводить работу на универсальных площадках для отдыха и запустили собственную акцию. Инициаторы решили не останавливаться на проведении ночи в музеях, а шагнули чуть дальше и пригласили жителей региона провести время в парках. «Сегодняшний праздник ведут представители нашей команды КВН. Достаточно известные даже не только в Московской области, но уже начинают ребята выходить на уровень России, что приятно. Также интересным событием, я так думаю, будет сегодня конкурс телеведущих. Это совершенно новая форма работы. Посмотрим, как пройдет». В Центральном парке города Видное жителям предложили разнообразную программу отдыха. Активности на шести отдельных площадках привлекали внимание как детей, так и взрослых. Пока мальчишки и девчонки осваивали киберспортивную территорию, мамы и папы увлечены танцевали сальсу. Для любителей спокойного отдыха развернули кинотеатр под открытым небом. Любимые фильмы в уютный летний вечер смотрели семьями и наслаждались чудесным временем, проведенным вместе. «Мы недалеко оказались, поэтому решили уделить время и деткам. Они у нас тоже любят кино посмотреть и потанцевать. Поэтому решили выгулять деток, чтобы крепче спали сегодня». Главным местом притяжения всех гостей ночной акции стала летняя эстрада парка. Участники команды КВН «Города Видное» устроили фееричное шоу с участием местных знаменитостей. Все выступления проходили с аншлагом. «Хочется увидеть какой-то новый уровень молодежных мероприятий, потому что сам работаю организатором и постоянно организовываю эти мероприятия. А тут хочется для души просто расслабиться, самому кайфануть, а где это сделать, как не здесь». «Я просто хочу отдохнуть. Вот сейчас даже прикольно послушать, как человек поет. И это происходит на свободе, на воздухе. В наличии трех стен и очень круто». В эту необыкновенную летнюю ночь в парке можно было не только смотреть, слушать, но и принять участие в конкурсе. Попробовать себя в роли телеведущего смогли пятеро энергичных и смелых добровольцев. Прочитать скороговорку, прокомментировать репортаж с колес, а еще взять интервью, например, у известного фотографа и добиться чистосердечного признания. «Все участники конкурса увлечены демонстрировали членам жюри свои таланты и способности. Даже зрители почувствовали полное погружение в телевизионную кухню. В импровизированной студии появлялись разные герои интервью. На экране демонстрировались видеоматериалы реальных сюжетов. За кадром не осталось ничего». «Очень жалко то, что я проиграл. Вареники были лучшие. К сожалению, к сожалению. Ну, бывает такое. Ну, что сказать. Кому-то пятерки, кому-то шестерки. Мне камри 3,5. Мне этого достаточно». После подсчета голосов члены жюри назвали имя победителя. Итоговые оценки озвучила главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова. По мнению профессионала, все конкурсанты справились с заданиями на «Хорошо и отлично». «Я же осуществила свою детскую мечту. Я стала ведущей на телевидении. Мне даже пообещали, что меня возьмут работать». Областная акция финишировала в час ночи. Но впечатления от масштабного праздника отдыха еще долго будут храниться в сердцах всех участников. Каждый из них теперь знает, что в парке можно не только побродить по тенистым аллеям, но и здорово провести время вместе с семьей и друзьями. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова